«Ваекра и цау». И жертвы всесожжения – Аллах. Аллах – всесожжение, потому что полностью предназначено для Бога. И призвал Маше Бог, и сказал ему, что-то откровение. «Братись в сыном Израиле, и скажи, когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву Богу, то из кота крупного или мелкого приносите жертву вашу». Вот интересно, если разобраться, что там действительно написано, то здесь, когда говорится «кто-нибудь», не употреблено слово «иш», что может трактоваться как человек или мужчина, но слово «адам». «Адам», что означает «человек вообще». То есть в данном случае жертвы предназначения касаются только мужчинам. Да, понимаете? То есть, допустим, как он называется «woman», да? А как будет «люды» по-английски? Ну, «people» там – это множественное число, да? Да, а «human», да? Ну, значит, «human». Вот так нужно сказать. А «дам», да? Кто-нибудь из вас. Ну, то интересно, что если взять порядок слов, то получается, что человек, если хочет принести жертву из вас. Никто-нибудь из вас хочет принести жертву, а человек, который хочет принести жертву из вас. Знаете, на повозке и ехали на базар. Да? Такое получается. Значит, что же говорят? «Жертва из вас означает обязанность приносить самого себя в жертву Всевышнего». Хорошее толкование, правда? «Жертва из вас означает обязанность приносить самого себя в жертву Всевышнего», то есть служить его с полной самоотдачей. Да? И это, говорится, «захочет принести жертву Богу». То есть человек захочет. А если кто-нибудь за вас захочет. А если не захочет, то он и не приносит. Но если человек не приносит жертву, то он и не приблизится к Богу. Согласны? «Если из крупного скота жертва его для всесожжения, то есть принесет самца без порог, как уходу шатер откровения. Пусть приведет это по своей воле к Богу». И здесь говорится интересно. «Оль» означает «животное – скот, скотина – зверь». Причем «бегема» – это сильное такое животное. «Бегемот» – скотина смерти. Это типа динозавра или тираннозавра, который валит хвостом деревья. И здесь говорится о той сильной части нашей. О сильной части нашей. Значит, надо принести свою силу, то, что является для тебя твоей силой. Если мы вернушены перед Богом и принесли свою силу в жертву, то мы принесли к Богу. Дальше употреблено слово «цаан». Овцы или мелкий рогатый скот, то есть овцы и козы. Но слово «цаан» – оно созвучно со словом «рогатый». То есть мы должны что принести? Не только свою силу, но принести свои желания Господу. Помните принцип синергии? Исполни его желания как свои, когда он исполнит твои желания как свои. Следующее слово, которое употреблено – «бекар». «Бекар» – это так, как у нас, например, «бекон», да? Есть такое слово. «Бекар» – это корова, тёлка, крупный рогатый скот. А ещё «бекар», говорят, оно «бекает». А раз оно «бекает», то что мы должны «бекать» или, как говорить, «вякать». «Вякать». Значит, русское слово «вякать». Слышали, да? Отсюда вот радость, если вечером поднималась, да? А «вака» по-латыни – это крупный рогатый скот. Вот, вы видите, как, да, корова, да. Да-да-да, то, что получалось из пузырьков оспенных на корову. То есть здесь говорится о том, что мы должны первые принести свою силу, своё желание, и что? Жертву усты. Всё, что мы говорим. Мы должны поставить контроль над устами. Когда говорится «Алла», это буквально подъём, восход. Дальше говорится, что мы должны принести самца мужского. И здесь употреблено слово «захар». «Захар» означает слово «помнить». Здесь же говорится о памяти. «Помни», «захар», «помни». «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, от милей, от работы твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду порочен и очистен от великого развращения». Говорится в псалме. Дальше. «Жертва должна быть «тами», то есть совершенная, полная, цельная, непорочная. А также означает «искренне», «сердечная», «сердечная». То есть не только должна быть, видите, «там», «иштам», например, «муж непорочный», «урим тумим», или «тамит», «постоянный», «наэртамит», «вечный огонь». То есть одно слово, значит, оно должно быть «жертва наша» полной, совершенной, непорочной, да? А также «искренне», «чистосердечный» и «однокоренное слово». «Всегда» или «постоянно». То есть нужно это произносить один раз? Постоянно. 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 Хорошо. И дальше говорится «пусть приведет его». То есть пусть приведет его. И первый дробь четыре возложит руку, мы говорили, «самахты» только, но опираться, опираться на что-либо. А также возложение рук, символизация, воплощение. То есть при приношении к церкви израильтянин должен был воплотиться лично с животными. То есть он возложил на его самого себя, да? Он как бы воплотился в это животное. И еще возложил в хвастках крестя на себя, наше воплотился. Потому что он был безрешен, но он воплотился у грешника нашего. Правда? Хорошо. Когда говорится «рожь». Не на брюхо животного, не на копыта животного, не на крестец, а на что? Рожь – это голова, а также вершина, вверх, начало, еще с головы. Начало, еще рожь, когда говорят, вождь, начальник, можно сказать, в вождь, в отряде, о потоке реки, а также общее слово долг. То есть не возлагает руку на спину животного, на голову, а голова управляет всем телом. Руку свою, на голову, все сожжения, да? Сожжения. И дальше, смотрите, написано. Первое, четвертое, у вас там что написано? А про очищение грехов здесь совершенно не говорится. Совершенно здесь не говорится. Можно так пояснить. Вретет он благоволение в искупление свое. Капора. То, что мы говорили. Капора, да? Замена, вмещение животным. Но не говорится о искуплении греха, греха нету, да? То есть, первое, дробь четыре. Первое, дробь четыре. Первое, дробь четыре. Да, здесь употреблено слово кафар, смолой, осмаливать и так далее. То есть, не слово грехов. Нет слова грехов. И данная жертва говорит о чем? Да? Что жертва приобретает характер жертвователя. И здесь говорится о нашей греховной природе. Поэтому жертва Аллах не приносится за конкретный грех. Потому что за какой-то грех, что есть? Отдельная жертва, когда исповедуется грех. Да? Здесь именно за нашу природу. Во искупление. Во искупление природы человеческой. И слово грех здесь не приносится. Поэтому здесь неправильный перевод. И если какие-то доктринальные вещи мы составляем, да? Опять-таки, мы будем неправильно понимать. Потому что, ну, привыкли вот такому языческому пониманию, что жертва всегда приносится за грех. На данном случае, это жертва не за грех. А в искупление всей нашей природы. Которая, конечно, греховна. Но это наша природа. Дальше говорится шахат. Закалывать, убивать особым способом. Называется шхита. Да? И зарежет тельца перед Богом. И принесет сына Аарона, Кагены, кровь тельца жертву. То есть, получается, что зарежет тельца перед Богом, он сделает, он возложит, он исповедует, он зарежет. То есть, зарезать должен был сам это сделать. Но постнее стали это делать Кагены. А уже дальше, когда он зарежет тельца перед Богом, жертвующий, принесут сына Аарона, Кагены, кровь тельца к жертвеннику. То есть, собирать кровь, принять жертвеннику не мог простой человек, да? Только Каген. Каген. Хорошо. И когда говорится о крови, то говорится о том, что она собирается во суд. И окропление называется зарак. Зарак. Вот зорик у нас был такой, да? Зарак. Зарак – это значит разбрасывать, рассыпать, разбрызывать, кропить. В современном иврите это укол. Вот Бог делает укол и впрыскивает нас в свою кровь. Он делает нам переливание крови, да? Можно так сказать. Потом жертва рассекается. Употребляется слово «натах». Рассекать тузки, развязать на части. То есть, жертва не должна лежать цельной туши, да? Но она должна быть рассечена. И это напоминает о какой жертве? Жертве ама, да? Мы опять-таки не было у нас времени. Но была там жертва через рассеченные животные. Дальше употребляется огонь. Огонь. И когда говорится об огне, это особый огонь, спустившийся с неба. Служение в хрине начиналось рано утром. Это шахарит до восхода солнца. Шахар означает заря, а шахар означает тьма. Тьма. Стоять во тьме на шухере и углядываться, да? Что значит шухер? Стоять во тьме, стоять во тьме, в то время, когда другие что-то делают, и вовремя предупредить, да? Того же однокоренного слова. Шахарит молитва началась, когда нити на цицит можно было отчетить светлые, от темных нитей. Сейчас цицит уже употреблялся только светлые нити. Дальше говорится, что голова должна быть полностью сожжена. То есть наша голова со всеми помыслами, она должна быть полностью сожжена перед Господом. Дальше говорится о том, что нужно сечь и употребляется слово педер. Не педер, а педер. Да. Мало ли педеров в Бразилии, да? Этот самый педер должен быть сожжен. Педер – это жир, туг, почечное и нутряное сало. А также однокоренное слово – пода, выкуп. И здесь не употреблено слово «делик» – топливо, а утверждено слово «эц» – дерево, древесина, дрова, бревна. То есть дерево, которое использовалось в древесине, это были специальные кедровые деревья. Нельзя было использовать смоляные деревья, от которых нет присажения, да? Или какое-нибудь там вонючее дерево, а такое дерево, на которое, ну, знаете, коптили, да? И поэтому, когда поднимался вот этот дым, он сделал определенное благоухание. Благоухание. Да. Ну, хорошо. Да, дерево. И видите, три основных части жертвоприношения. Так, рассеченное и очищенное от внутренности жертва, дерево, которое символизирует крест, огонь, эш, причем особый, божий огонь, и кровь. Итак, четыре части жертвы, да? Первое – рассеченное и очищенное от внутренности жертва, второе – дерево, и мы говорили крест, да? Дальше – огонь, и огонь мы, помните, говорили эш. Сердце какое должно быть? Лев, эш. Пламенное, да? Пламенный мотор. Сердце в нашем должен быть огонь, а не хам. Да, и кровь, и кровь. Так. Внутренности здесь предъявлено слово КРФ. Это внутренности, да, но тот же корень, мы говорили, КРФ и приближаться к Карбан – жертва. Дальше интересно говорилось, что должны определенные части, определенные части животного, животного. Какие же эти определенные части? Животного вы сожжены. Голень, КРФ – это символическое омовение ног от грязи этого мира. КРФ – это рай, голень, символическое омовение ног от грязи этого мира. То есть, когда мы омываем ноги при хлебопреломлении, да, что мы тоже какого-то образом получаем, как очищается эта жертва. Хорошо. Дальше. Какие еще части у нас употреблялись? Значит, присутствуют я, аарона, когена, огонь на жертвенники, да. Дальше разложат голову, жир на дровах, да, голени, внутренности. И будет жертва – это воскурит. Воскурит – это слово катар. Катар – сжигать благовоние, курить благовоние, кодить благовоние. А также катар – корона. И слово катар еще означает очищаться от чего-либо, да. Кторет – благовоние. И следующее – жертва всесожжения, огнеприятия. Или, как говорят, приятная блага у хани. И здесь получается такое слово. Рех, нихох. Рех – это мы что уже говорили? Запах, да? Нихох, нох – это что? Помните? Мир, да? Итак, жертва умиротворения. Или приятная блага у хани. Приятная, благовонная. И оно умиротворяет. Умиротворяет. Хорошо. Теперь о жертвоприношении птиц. Если мы приносим птиц, 1.14, по всесожжению, опять-таки всесожжение, кто приносил птиц, а кто приносил козлов и воронок? Бедный человек, да? Приносил птицу. И эта маленькая птица, она имела то же самое, да? Как и большая. Почему приносили в жертву голубей? А голубь – это типо нашей голубей, я не знаю. Я сам лично видел голубей, которые ели колбасу вареную. Но так как наша колбаса вареная делается из сои, я понимаю, что голуби не нарушали принцип кошерности. Но голубь – это единственная птица, которая не ест ничего мясного. Ну, вот смотри, курица даже, да? Ну, кошерная птица. Однако курица может съесть птица, да? Какую-то падаль, какое-то животное может есть и так далее. Но голубь никогда это не ест. Он ест только зелено, да? Вот поэтому приносилися голуби из горлиц или из молодых голубей. У голубя нет желчи, которая необходима для переваривания животных жиров. Поэтому голуби и называют птицей мира. Хотя если по поведению это не птицей мира, голуби очень жестокостью большой задалбывают в затылок своих противников. Бьют, пока не поломят череп. Это очень жестокая птица. Ну, считается птицей мира. И дальше в русском синейдальном переводе, что он там сделает? Сворачивает шею, да? Есть у вас там? Нашли? Есть такое свернение шеи? А как вы думаете, если свернуть шею и голову или птице, что получится? Удавление получится. Поэтому это неправильно. Правильно отсечет голову. Да, Каген подрисал птице ногтем, начиная от затылка, а затем отрывал голову. Так. И кровь ее пусть выцедит. То есть, да. И кровь ее должен выцедить. То есть, прижав тушку к стене жертвенника, он должен был выцедить кровь. Хорошо. Так что, если у вас где-то встретится в русском переводе, например, что приносит в жертву волов. Кто есть такой вол? Вол, в нашем понимании, кастрированный бык. Но это не был волк. Это бык. Извините, если быку отрезать яйца, то он становится некошерным. И его нельзя приносить в жертву, да? Правда? Поэтому волк, тут опять-таки неправильный перевод. И не скручивает священную голову птицы, да? Отрывает таким особым образом. Тоже совершает шхиту. Хорошо. Мессианское. Мессианское значение. Первое значение. Это Ишуа. Он совершил свою жертву. Его жертвы были полны, совершены, да? И для чего он совершил эту жертву? Чтобы мы могли приблизиться к нему. И когда мы просим Ишуа о милости и предлагаем себя как живую жертву, то наша духовная природа что делается? Меняется. Правда? Меняется. Еще раз говорю, это не жертва за грех, но жертва за изменение нашей духовной природы. Следующее. Хлебная жертва. Хлебная жертва, видите, это особая жертва. Потому что она не связана с жизнью какого-либо животного, да? Хлеб сам по себе называется жизнью, да? Помните, мы говорили лехом и лехаем. Это практически одно и то же слово, только зависит от огласовок наших. И это еще общение. Когда люди совместно едят хлеб, да? Они общаются. Поэтому эта жертва, хлебный дар, символизирует, что вы живете в общении с Богом. И обязательно что добавляется? Соль. Мы уже говорили о значении соли, да? Быть солью этого мира. И что еще добавляется? Оливковое масло. Оливковое масло. Какой символ оливкового масла? Да, помазание Духом Святым. Хорошо. И особым образом, значит, предлагая хлеб в виде муки, и священник брал горсть и предлагал Богу. Остальное забирал себе. Полная горсть символизировала все приношение. То есть, в жертвоприношении хлебным, да, участвовал приносящий, участвовал священник, да, и участвовал Бог. И это напоминает нам на что? На хлебопреломление, да? Или, как говорится, причастие. Когда мы становимся причастными Богу и причастными друг к другу. И священник не брал чашкой или блюдцем. Он должен был что взять? Своей рукой. Горсть у каждого человека разная, да? Это очень важно, что он берет своей рукой. И интересно, что первосвященник тоже приносил хлебное приношение. И я говорю, что священник приносил хлебный дар каждый день. А друг когены только в день, когда они приступали к службе в храме. А чего же это так происходило? Первосвященник приносил жертву дважды в день по нескольким причинам. Первое. Так как от него зависело искупление всего народа. И он должен был быть поэтому предельно чист. Второе. Чтобы подать пример грешникам. Если сам первосвященник приносит за себя жертвы, то тем более другим следует делать это. И третья причина. Чтобы ободрить бедняков, у которых нет денег на покупку животного. Но если сам первосвященник приносит хлебные дары животных, то им и подобно нечего стыдиться. По крайней мере, горсть муки каждый человек может набрать. Правда? Очень важно. И были различные виды минхи. Поэтому говорят менохот. Минха. Хлебное произношение. Множественное. Менохот. Например, их пять видов менохот основных было. Минха из сырового теста. Вторая. Минха из теста жареного в глубокой посуде. Делались лепешки. Их разделяли на куски размером с оливы. Поливались маслом. Коген брал масло. Солил их. И потом в глубокую посуду бросал в кипящее масло. Что у нас получалось? Пончики. Пончики, да? Согласны? Да. Пончики. Пончики. Дальше. Минха из теста жареного в плоской посуде. Разделялись определенные части на 12 таких частей. И из них делалось в виде бублика. Бублик вот этот обдавался кипящей водой. Да? Да. А потом жарился на сковороде. И как это все время Вейн собирался нас кормить, кормить, кормить? Думаю, что же он там такое бэгл сдаст? Оказывается, это обыкновенный бублик. Поэтому бублик это тоже изобретение евреев. Когены. Значит, одесская бублика. Московские баранки. Когены занимались изготовлением бубликов. Да. А почему называется бэкл? Это, если я не ошибаюсь, в 1685 году, когда турецкий султан осудил Вену и не было никакой помощи, то был такой польский генерал Ян Собеский. Но когда я посмотрел, оказывается, он не Ян был, а Яков. И поскольку райсобеса тогда не было, скорее всего, он был не Ян Собеский, а Яков Собеский. Когда я посмотрел, как он выглядит, вот его фотку, ну, не фотку, как там, в 1600 каком-то году. Вот если вот так меня под кружочек подстричь, как казаки стрились, ну, чуть-чуть мне подкоротить вот с этих боков бородку вот так, это точно изображение его. И рожа, и лыба, и нос мой. И вот этот польский, польский еврейский генерал, помните, что были евреи на польской службе? Вот Ян Собеский, он спас Вену. И с тех пор после этого турки уже только отступали, отступали и отступали. То есть это был решительный удар, и все удары, если разобраться, по исламу наносили в той или иной степени евреи. После этого жители Вены благодарны, там тоже евреев было много, испекли публику и называли его Беглс, стремя. Беглс, естественно, в честь стремени этого полководца. Вот такая история публиков. Но в действительности история публиков исходит еще со времен храма. И четвертый вид минхи – это минха в виде хал. В виде хал. И халы были сплетены из каких? Из трех. Из трех. Таких косиц. И это тоже символизирует три единства Божия. Ну и последняя минха – это в виде престых кипешек. Это что? Маца. А когда приносили и в виде сдобных хал? А какой праздник? На шаву от. На шаву от. На шаву от. Вот такие были. Взятие жмени из минхи, вот этой, как по-русски? Жмени. Забыл. Ладони, да? Вот. Вот это жмени – это считалось одним из самых сложных действий храмовой службы. Потому что Коген не должен был ошибиться в количестве. И он относил минху к юго-западному углу жертвенька. Там он погружал руку в сосуд с мукой и брал ее тремя средними пальцами, прижимая их к ладони. А большие указательные пальцы защищал всю муку, приставшую к средним пальцам с внешней стороны. Количество удерживаемое тремя средними пальцами и было той частью минхи, которая сжималась. И если вы помните от всей этой традиции, что сохранилось? Мы называем халы, булку, но есть еще такое понятие – халы, отделение халы. Когда хозяйка делает, да? Да, она берет тоже щепотку, да? И эта мука должна быть, вся эта часть теста должна быть сожжена. И это повторяется то действие, которое делал когда-то священник. И вы помните, что все эти жертвоприношения были без хамеца, то есть без закваски, да? И только один раз в год, да, использовалась закваска. Хорошо. Значит, не использовалась закваска, не использовался мед. Закваска – это что? Символизирует наше стремление получать почести, награды, да? Гордость человеческую. Нельзя использовать мед. Это означает стремление к наслаждениям, если связано с погодой за физическими удовольствиями. Вот. И нельзя использовать, да, другие жидкости, кроме масла, воды и вина, да? Вино символизирует что? Кровь, да? И символизирует нашу радость. Да, вода, мы говорили, да? Дух святой. Да, жизнь. И елей – это тоже, значит, вода – слово и Дух святой. И елей – это Дух святой, который дает нам помазание. То есть, вот эти жидкости. Нельзя было использовать другие жидкости. Обычно использовалось вино, да, и один раз в год использовалась вода и вино. На какой праздник? На праздник Суккот. На праздник Суккот. Хорошо. Дальше. Следующее. Так, еще мессианское значение. Мессианское значение, мы говорили, с одной стороны, это хлебопреломление. То есть, наше соучастие в жертве. И мы хлебной жертвой поедаем перед Богом. И это хлебопреломление, оно было подобно тому, как поедали священники на святом месте. Какой хлеб? Лехем апаним. Да? Да. Хлеб – предложение. И поэтому Ишуа, да, наша плоть, вино, наша кровь, и мы символизируем это. Но еще мы говорили, что кровь Ишуа поддерживает нас, очищает. Но кровь Ишуа может быть и судом для каждого из нас, да? Если мы делаем хлебопреломление неправильно. А еще интересно, что когда мелкая мука, мелкая пшеничная мука, здесь еще не просто связана, она должна была растерта на жерновах. Здесь говорится о мелкой муке. О мелкой муке. О мелкой муке. Мелкая мука. И вместо слова молоть евреи применили слово раздроблять. Раздроблять. А в оригинале слово раздроблять, да? Помните? Кемах муха, да? В русском тексте применены слова разрушать, поражать и так далее. То же самое слово. Чтобы получить мелкую муку, значит, евреи приводили такую муку, раздробляя очень мелко. Зерно должно быть раздроблено. И когда раздробление происходит между двумя жерновами. Нижний жернов, да, и верхний жернов. Нижний жернов сравнивается с твердым сердцем человека. Например, Иова 41.16. Сердце его твердо, как камень. И жестко, как нижний жернов. И еще, когда, говорится, одна женщина бросила отломок жернова на голову Авимелехи, и что проломило ему череп. Если кто соблазнит из малых сих, верующих в меня, то лучше, чтобы ему поместили мимичный жернов на шею. Итак, второй символ. Значит, нижний жернов, это символизирует, что жесткое сердце человека, да? А верхний жернов, который обрушивается на зерно, это что символизирует? Суд Божий. Суд Божий. И зерно, вся наша сущность, лехем нашу, да, жизнь лехаем, оно должно быть мелко раздроблено и мелко перетерто. Мелкую муку поливали елеем, который представляет прообраз Духа Святого. Хорошо. Теперь мирная жертва. Мирная жертва называется шламим или завах шламим. И когда мы делаем мирную жертву, да, мы предлагаем шламим, и всемогущий благословляет нас и весь мир шаломом. Жертва шламим приносит мир и гармонию, потому что шалом еще означает гармония, да? Это не есть жертва за какой-то грех или за что-то такое особенное, а делится на три основных вида. Значит, три основных вида мирной жертвы. Мирная жертва, она что устанавливает? Шалом и гармонию в наших отношениях с Богом. Благодарственная жертва, то да, от слова лагодот, благодарить, признавать. Обязательная жертва, надар, от слова недар, обет, обещание. Если кто-то дал обет принести Богу жертву, да? И третье, это недава. Недава, как не давать, но действительно добровольная жертва. Итак, обязательно надар, по обещанию, недава добровольная, и жертва благодарности. Если мы Бога благодарим за что-либо. Хорошо. И что еще интересно говорит нам Медрашва и Кра-Раба, что все жертвопредашения будут упразднены за исключением благодарственной жертвы. Благодарственная жертва, как и любовь, она существовала, существует и будет существовать всегда. Когда мы будем вместе с Ешуа, мы не будем приносить жертву за грех, да? Царство Небесное. Или жертву какое-то приближение, потому что мы уже рядом с Ним. Но эта жертва, как и любовь, будет существовать всегда, потому что мы всегда благодарны Богу. Правда? Мы всегда благодарны Богу. Хорошо. И в благодарстве для жертвы, помните, она тоже могла быть и жертвой хлебной, или жертвой какого-либо животного, да? И здесь участвовали кто в этой жертве? Часть Богу, часть тому, кто приносил жертву, и часть священнику. Священнику давали плечо, да, и голень. То есть, плечо потрясания там говорился. И что? Священник потрясал этим. Вверх. Благодарство тоже можно отнести к мирной жертве. Хорошо. Дальше. Мирную жертву, овцы и барана, это 3,6 можно. Написано, мирную жертву приносить можно было самца или самку животного без порока. То есть, если во всех тех видах жертву приносились только что? Самца, да, здесь можно было и принести, и в их, и самку. Хорошо. Итак, мессианское значение, мы уже говорили, да, что в будущем все равно благодарственная жертва остается. Значит, в мирном приношении грудина и правое плечо предлагалось в виде Бога. И совершалось крестообразное движение, которое было сначала сверху вниз, а потом как? Справа налево. И они назывались Тнуфа и Трума. Наф-наф и Нуф-нуф, да? Трума подносить, да? Поперек это Тнуфа. Тнуфа. Тот же корень, как Наф-наф. Хорошо. И еще наш заступник и первосвященник приносил, значит, правое плечо и еще правой рукой своей, да? Он держит нас за руку. Особая жертва – это жертва за грех. Жертва за грех называется хатат. И если мы посмотрим, то получается, что эта жертва, хатат, она что приносится? За какой грех? Если мы сознательно взяли, убили, или за грех какой-то бунта. Нет? За это хатат, да? Типа, значит, как наше произошло. Ну, вот, допустим, что-то, ну, случилось с нами, говорят, ну, вот бес попутал, я не виноват, ошибся и так далее. Как мы говорим, или за грех нашей плоти и так далее. То есть, есть грехи, за которые Танах не предусматривал прощения. Это богохульство, мы говорили. То есть, сознательный бунт против Бога, сознательное убийство, а также блуд, кровосвящение и нарушение сексуальных законов. Я лично думаю, что в первое Иоанна, когда говорится о смертных грехах, говорится именно об этих, потому что есть люди, которые много придумывают разных смертных грехов. Ну, это особая жертва. Во-первых, в ней выражена сила любви. Во-вторых, сила прощения. И третье, это сила против греха. Да? Сила прощения, жертва любви. И если жертва повинности, левит пять, сила прощения, да? Сила против греха, левит четыре. И здесь вот примерно схема, да, какие виды жертвоприношения искупляло, какие грехи. Потому что есть разные грехи по своей силе, и это связано также с нечистотой. Индивидуальные, например, непреднамеренные поступки прощались на жертвеннике, когда смазывалось рога жертвенника кровью. Были более серьезные грехи. Это проступки общины. И это происходило, когда первосвященник окроплял кровью хатат, внутренний жертвенник и пол перед завесой. То есть уже в святом. И самый тяжелый, умышленный грех всей общины, которой, может быть, и не покаялись люди один раз в году. Первосвященник совершал жертвоприношение, вы помните, за себя, да? А потом за грех всей общины. И это за грехи, после которых не произошло покаяние. Он осверняет и внешний жертвенник, и нечистота проникает в святилище, проходит сквозь завесу к крышке к аппарату. Поэтому здесь священник раз в год окроплял что? Окроплял уже ковчег кровью. И чему же может быть сравнена эта жертва? Жертва за что? Чува, да? Покаяние наше. Покаяние наше. Чува или обращение. И когда мы говорим о покаянии, о чуве, какие грехи? Бог прощает. Грехи по отношению к Богу, да? Но грехи по отношению к человеку, когда прощаются? Только когда мы сначала просим прощения у человека, да? Ну, желательно, чтобы он нас простил. Хорошо. Хорошо. Этапы тшувы. Этапы тшувы. Диктую. Первое. Это сожаление о грехе, да? Или осознать грех, или повинность, мы говорили. Первое. Осознать грех, сожаление о грехе, или повинность. Используется глагол ашам. Ашам, алиф, шин и мем софит. Состоит из двух, как бы, слов. Эш, огонь, и шам, там. То есть, это огонь, который внутри нашего сердца. Да, огонь, который сжигает нас до тех пор, пока мы не покаемся. Правда? Вот, если у нас покаяние не связано, просто мы говорим, ну, надо мне покаяться, конечно. Является ли это ашам? Это глубокое сожаление о грехе, да, которое буквально сжигает нас. Второе. Видуй. Видуй через вав, юд, далит. Опять вав и юд. Видуй – это однокоренное слово от вада. Вада – это сухое русло. И когда мы исповедание, то есть устами своими исповедуем, что получается? Это русло наполняется водой, бурным потоком. Следующее, третье – восполнение ущерба. Называется шли-мут. Шли-мут, вы помните, шалом, мир, гармония, да, восстановление шалома. А также шли-мут от слова мешалем, да, восстанавливать. Восстанавливать – уплачивать. Итак, первое – ашам. Второе – видуй. Третье – шли-мут. Восполнение ущерба. Затем непосредственно само жертвоприношение – хатат. И последнее, пятое – это цниут. Цниут, помните, что такое цниут? Да, целомудрие, целостность. То есть не грешить больше в подобной ситуации. Хорошо. И кто кушал мясо от этой жертвы? Вот жертвы – священник. Потом говорят, вы питаетесь жертвами народа, да. С одной стороны, чем больше люди грешат, вроде, тем больше, что священнику кушать, да. Но, с другой стороны, священник там сам поедает эту жертву, и даже если он свят, да, он как бы разделяет нечистоту всего народа. Помните, были люди, которые, да, еще эта жертва варится. Если остальные жарились, да, то эта жертва варится. И последняя жертва – это жертва повинности. Повинности, да. Жертва повинности – это за какое-либо упущение. Если кто-нибудь согрешит в том, что, будучи свидетелем, видел или знал, но, слыша голос заклинающего, не сообщил, то будет виновен. То есть, за недоносительство есть? Есть за недоносительство? Есть. Видите? Статья есть. И это пятая глава книги Левит, первый стих. Дальше. Если кто-либо прикоснулся к чему-либо нечистому, к трупу зверя, к трупу скота и так далее, стал нечистым, а потом забыл, что он стал нечистым, да, и потом об этом вспомнил. Или забыл права, как мы говорили, да, и повез пассажира. А потом вспомнил, что он права забыл, пассажира закрыл в машине, поехал домой за правами и так далее. Хорошо. Вот в таких случаях приносится ЖТА-ШАМ. Так. Ну все. Заканчиваем.